Доброе утро, дорогие телезрители! Вас приветствует Кедор Фитнес Таирова. Я старший тренер тренажерного зала Веритю Кыгер. Сегодня мы рассмотрим такое упражнение, как тяга горизонтального блока. Данное упражнение направлено на развитие трапециевидных хромбовидных мышц спины. Так же, как и при вертикальной тяге, здесь есть свои особенности в технике выполнения и достаточно часто совершаемые ошибки. Так, данное упражнение тоже является технически достаточно сложным, хоть и выполняется в тренажере. При вертикальной тяге мы активно включали плечи, при горизонтальной тяге мы должны активно включать лопатки. Начнем с положения на данном тренажере. Ноги плотно упираем в тренажер, беремся руками за рукоять, стараемся вытягивать ногами. Не вот так вот спиной выходить в исходное положение, а плотно оперли ноги, сделали чуть движения корпуса назад и закрепились, и вышли в исходное положение. Спина или ровно, или чуть-чуть, буквально 10 градусов наклон назад. То есть не делаем вот такого вот наклона. Чуть-чуть или ровно, или 10 градусов. Спина в поясничном отделе прямая прогнутая, в грудном тоже, то есть в такое вот положение мы не выходим. Ровная спина. На вдохе опускаем вес вперед, растягиваем спину, и на выдохе сводим лопатки назад и подтягиваем руками. Опять же, обращаю внимание на самое главное движение в данном упражнении. Вот мы растягиваем, первое движение делаем лопатками назад и руками подтягиваем. Так же, как и при других упражнениях на спину, бицепс здесь выполняет роль мышцы ассистента, то есть это не целевая мышечная группа. Но если выполнять упражнение неправильно, он будет всю нагрузку брать на себя, при этом мышцы спины мы так и не прочувствуем. Поэтому растягиваем, первое движение лопатки назад, руками подтянули. Еще одна из ошибок, которых может быть, это локти в стороны разводятся, вот так. Такой ошибки не делаем. Максимально локти прижимаем к корпусу и работаем. Еще одно из движений ошибочных, которое делается, это люфт корпусом. Вот такой вот. Опять же, нивелируется вся нагрузка на спину, создаем инерцию, спина при этом не работает. Поэтому четко закрепили корпус и корпус не двигается. Работают только лопатки. И третья ошибка, это просто работа руками. То есть, работает бицепс, спина при этом не работает. Поэтому обязательно первое движение начинаем с растяжки спины, потом сведение лопаток назад и потом подводим руки к поясу. Данное упражнение очень подходит еще тем людям, которые испытывают какие-то болевые ощущения в спине. Почему? Потому что данное упражнение позволяет закачать центр спины. Потому что именно трапециевидные и ромбовидные мышцы вместе с прямой мышцей спины удерживают наш позвоночник в вертикальном положении. И часть нагрузки компенсируют, забирают на себя, не перегружая межпозвонковые диски. Поэтому при каких-либо травмах, если лечащий врач разрешает, то данное упражнение очень хорошо подойдет для укрепления мышц спины. На сегодня все, дорогие телезрители. С вами был Кадор Фитнес Таирова. Занимайтесь спортом. До новых встреч.